МАЙ ТУПА КАКА СЕКНД Земля растолкнула от себя, растолкнула, солнечная система, земля входит в солнечную систему, входит, яблоко входит в эту солнечную систему, входит, солнечная система растолкнула, в галактику это все входит, входит, и яблоко входящее в галактику тоже все растолкнуло, поэтому просто масштаб картины для себя не отобразили интеллектуально, и вас забавляют такие вопросы. на самом деле все уже включено в общий процесс и яблоко и даже вишенка все оттолкнуло просто повнимательнее антон макарский силы приталкивания нарастают и становятся больше чем силы отталкивания так не может быть восклицательный знак если силы приталкивания нарастают больше чем силы отталкивания то неизбежно будет проваливаться само в себя тело неизбежно будет проваливаться само в себя если силы приталкивания нарастает больше чем силы отталкивают не то тело неизбежно будет проваливаться само себя ну нормальный вывод за тело в само себя проваливается вот часть какие-то частицы проваливаются в тело. И мы получаем именно твёрдое тело. Вот вы прям, удивляясь одному, нашли нормальное объяснение как раз твёрдости тел. Так, наоборот, на каком-то этапе силы отталкивания должны нарасти настолько, чтобы уравновесить силы приталкивания и остановить падение. Всё замечательно. Вот вы, Антон Макаровский, вы прям вот, прям чётко сказали, как организовывается строение твёрдых тел. Внешние силы сдавливают тело извне, частицы проваливаются, но из-за внутреннего отталкивания находится где-то равновесие, в рамках которого наши химические элементы держат свою форму. Всё. Всё замечательно. Как бы начиналось-то получается, что вы как бы оспариваете, я тогда не понимаю. Силы приталкивания нарастают и становятся больше, чем силы отталкивания. Так быть не может. Так не может быть. Если силы приталкивания нарастают больше, чем силы отталкивания, тело неизбежно будет проваливаться само в себя. Наоборот, на каком-то этапе силы отталкивания должны нарасти настолько, чтобы равновесить силы приталкивания, остановить падение. Затрудняюсь понять, что вы на самом деле хотели сказать но пока сказали все в нашу защиту нашей версии я не знаю как выбрать между катю щекам и ими то это только интеллектуальный выбор ваш интеллект подскажет в пользу кого надо выбирать пользу достоверности информации или в пользу авторитета авторитетности источника вот я не понимаю как вы допустим сосчитали что у вас две руки на один человек вам это говорит другие вам говорят что у вас есть третья невидимая рука которую чешетесь по ночам да и как вы можете определиться только с помощью интеллекта вы можете ходить и верить в третью руку сколько угодно это выбор сергей сегодня увидел в вашем видео как кто-то тянет магниты за веревочку и они отталкиваются создавая подобие ковра галактику во вселенной убедительно логично но хочу предложить повторить эксперимент и поместить в круг магнитики разного размера от маленьких до больших ведь во вселенной галактики очень разные есть относительно небольшие неправильные есть большие спирально есть огромное по размеру эллиптически попросите повторить эксперимент с разными магнитами спасибо зачитано сергей зачитано может и в модели может в реальном эксперименте кому-то сойдется но уже как бы на изначально на больших магнитах тоже достаточно эксперимента но если кто там дойдут руки будем благодарны почему современная наука приняла теорию искривления пространством при изменении траектории фотона в одном случае а в другом взаимодействие со средой как вы считаете ну это просто подтасовка как как надо так и в одном случае меряем так другом так когда вы любыми способами пытаетесь обосновать какую-то теорию нечестным вас это получается когда можно объяснить один способ можно другим вы выбираете удобный для вас способ удобный карьер на это просто мошенничество что на самом деле искривляется пространство или вакуум черепных коробок да не пространство на временной континуум ускривляются вакуум черепных коробок хорошее выражение подписывайтесь на канал научный трибунал и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok